Почему вы считаете, что папа убил Аришу? Почему он должен убить меня? Это очень сложный вопрос, но есть человек, который может на него ответить. Кто этот человек? Скоро узнаешь. Вы говорите загадками. Что вам реально от меня нужно? Пожалуйста, поживи здесь еще два дня, потом можешь делать все, что хочешь. Почему два дня? Потому что мы ждем вот этого человека. Кто это? Это мой брат. Павел Романов. Он через два дня будет здесь. Он так смотрит на Аришу. Они встречались? Встречались. Это он не должен все объяснить? Риточка, потерпи. Ты все узнаешь. Плохо. Три лучше. Олег, ну, наконец-то. Пойди к отцу, он хочет с тобой поговорить. Хочет поговорить. Что, опять морали мне будет читать, да? Ты пил? Да не пил я, мам, не пил! Чего тебе, отдыхнуть? На! Не пил я, мам! Олег, я тебя умоляю, пойди к отцу! Не тяни! Чего ты вцепилась в меня, как клещ? Дай пожрать лучше! Иди к отцу! Ладно, где он? В бассейне. В бассейне. Марта, как вернется, покормишь. Ну и что ты от меня хотел? А, сынок, хорошо, что ты зашел. Дай-ка мне бокальчик. Хотел давно с тобой поговорить. Спасибо. И что тебе мешало? Ну, сам знаешь, дела, дела. Был сегодня у врача. И что? Ну вот, прописали массажи. Запретили пить коньяк и кофе. Велели больше отдыхать и меньше работать. Ну так съездите с матерью куда-то. Я здесь при чем? Да некогда мне отдыхать с матерью. Ну, собственно, вот в этой связи я тебя пригласил. Хочу, чтобы ты работал со мной. Да-да, как ты смотришь на эту перспективу? Да я-то давно готов, а то ты предпочитал меня не замечать. Ошибаешься. Я за тобой еще внимательно наблюдал. Ну, думаю, молодость. Сам был молодой. Ну, ждал, пока ты нагуляешься. Да, нагулялся я достаточно, сам знаешь. Да знаю, знаю. Ну, в общем, так. Давай я тебе сейчас потихонечку иду в свой бизнес. Знакомлю с партнерами. А дальше следу твоему совету. Мы с матерью будем отдыхать, а ты возглавишь весь мой бизнес. Как тебе перспектива? Да. Ну, мне нужна неделя решить кое-какие проблемы. Что-нибудь серьезное? Нет. Помощь нужна? Сам справлюсь. Хорошо. Подбери себе преданных людей. Люди в наше время это самая главная проблема. Ну, один у меня точно есть. Это Глеб. Ну, Глеб с тобой с детства. Но все равно присмотрись к нему, потому что предают, как правило, самые близкие люди. Ну, что? Ты со мной? По рукам? Петя! Петь! Забери альбом, положи на место. Да, хорошо. Я задам вам один неожиданный вопрос. Кто мой отец? Сорокин. Мне кажется, весь этот цирк с похищением, с наручниками, демонстрацией фотографий, обвинением папы лишь для того, чтобы я задала этот вопрос. И получила другой ответ. Мне пока добавить нечего, Сорокин твой отец. Коля тебя воспитал, Коля тебя любил. А я не спрашиваю, кто меня воспитал и любил. Я спрашиваю, кто мой отец биологический. Но в какой-то момент Коля сломался и стал опасным. И я думаю, что именно он убил Аришу. Хватит! Хватит! Это бред! Вы все делаете, чтобы настроить меня против папы. Только я не понимаю, зачем. Если хотите что-то сказать, говорите прямо. Что его сломало? Почему он убил Аришу? Сорокина многие годы грызла ревность. Он своими подозрениями доставал Аришу. Он даже делал тест ДНК на отцовство. Кого он подозревал? Вашего брата? Что показал тест? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Держи. Спасибо. Алло. Это я узнала? Да. Рита у тебя? Нет. Павел? Нет. В общем, передай Рите. Послезавтра я хороню Аришу. Соболезную твоему горю. Это папа? Послезавтра похороны Аришу. Я должна быть. Будешь? Да-да. Привет. Кофе будешь? Да какой кофе? Нет, давление. Тогда, может быть, расскажешь, кто такой Романов? А, ты что, инфа-то у меня с компаса рисовал, да? Ну и чего интересненького думаешь? Ну, я пока до конца не разобрался в ваших отношениях. Ну, знаю, что он не женат, детей нет, нет семьи, есть сестра Алла. Ну да, все верно. Ну что, может быть, прольешь свет на вашу связь? Пока достаточно. Слушай, я знаешь, что думаю? Рита у Аллы. Я не знаю, как та ее заманила, чем удерживает, но... Пожалуйста, съездите, забери Ритку. Почему? Сам не поедешь? Да сложно все это. Много дров наломать. А ты со мной Ритка может не вернуться. А тебе-то она доверяет. Что ты не договариваешь? Так, ты за Ритой поедешь? Поеду. Адрес сказать? Не надо. А почему это я не удивляюсь, а? Давай, не тяни. Ну, ты чего? Вы меня подставили! Да в каком смысле? В каком смысле? Вы сказали, что Степу отпустят утром! Ну, я хотел как лучше. А что не так-то? Что не так? А то, что она застукал с Олегом! Откуда ж я знал, что ты такая шустрая? Ты ж подруга Риты. Я хотел сделать добро. Побыстрее соединить тебя с любимым. Отлично. Соединили. Мы приходим. А Степа дома. Там такое было. Еле выкрутилось. Ни кайфа, ни приключений. Вообще ничего. Все из-за вас. Спасибочки. Не за что. Степка-то остался? Конечно, остался. Куда он денется? Лена, ты странная баба. Степа хороший парень. Бросился из-за тебя в драку. Чуть не сел. Застукал с другом. Простил. Что тебе еще надо-то? Он теленок. С ним скучно. И денег у него нет. И никогда не будет. Ну, зато можешь верти этим, как хочешь. Ладно, поехать со мной. Куда? За Ритой. С тобой хоть не скучно будет. Поехали. 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 Паша. 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 Ну хватит. Паша. 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 Ты убил человека. Паша. Да пусть сдохнет. МРАЗ. Что ты убил? Я пойду позвоню. Пашенька. Пашенька. Пожалуйста. Можно мне с ней поговорить? Пожалуйста. Я прошу. Одну минутку. Пожалуйста. Я вас умоляю. Я прошу. Одну минутку и все. Можно я с ней поговорю? Стой спокойно и не дернуйся. Понял? У вас минута. Пашенька, куда тебя? Меня посадят, Ариша. Надолго. Не может быть, Паш. Тут чувак сдох в больнице. Так что статья мне светит нехилая. Я иду сегодня к следователю как свидетель. Я скажу, что ты меня защищал. Я ему все объясню, Паш. Не поможет, мой хороший. Там было много свидетелей, которые видели, как я ногами бью лежащего человека. Любимый, ты только не жди меня. Но я всегда хочу тебя помнить. Твои поцелуи на своих губах. И я всегда буду тебя любить. Ты знай это. Знай. Всегда. Паша, Пашечка. Так, все, все. Все, поехали. Вперед. Паш! Вперед. Ты ей всю жизнь отравил своей ревностью. Ты что думаешь, я не знал, что она к тебе в колонию ездила, а? А мы тогда уже женаты были? Приехала, когда узнала, что это ты меня тогда ментам сдал. Ты с собой об этом объявил. Интересно. А как же так получилось-то, что кто-то ее оформил гражданской твоей женой, а? Ты проплатил или она, а? Вы что, там цветочки нюхали? Вы там три дня кувыркались. Ничего не было. Хочешь верь, хочешь нет. Не верю. А там Ритка родилась. Я бы все отдал, чтобы Рита была моей дочерью. Но нет. Ты знаешь, я Аришу простил, но я этого никогда не заботу. А вот тебя я никогда не прощу, понял. Ты этой ревностью всю душу себя выяжет. Ой, 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 кто бы учил, Урка? У тебя сколько ходок-то было? За всеми моими ходками торчат твои уши. Ты что, думаешь, я этого не знаю? А борзеть не надо было. Золото, валюта, красивая жизнь, да? Завидуй молчи. Что мне нужно было? Наблюдать, как ты с моей женой шашни крутишь, да? Дурак ты, Коля. Она тебя любила. Ты должен знать, я больше не сяду. Можешь не стараться. Боюсь, что ты Риту не пощадишь. Думаю, что несешь. Риту я тебе в обиду не дам, имею в виду. Поговорили, хватит. На похоронах буду, это не обсуждается. День урагает. Я помню. Здесь. Вдох. 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 Обид, хитр. Вдох. Гринзе. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А что здесь делает Рита? Она никогда не говорила об этом месте. Сейчас об этом мы узнаем. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здрасте. Что вам здесь надо? Рит, мы теперь опускались. Алла Викторовна, не волнуйтесь, это мои друзья. Ты где была? Мы очень волновались. Как, Рита? Нормально. Ну, раз друзья, пусть в дом заходят. Да мы, собственно, с Заритой. Пока брат не вернется, она никуда не уедет. Это Рите решать. Завтра похороны решишь. Алла Викторовна, я вас поняла и услышала. Ну, я вам обещаю, я домой не поеду. Но мне нужно на похороны. Что же мне с тобой делать? Ну, хорошо, езжай. Только к нему не ходи. К кому к нему? К отцу? Может, объясните, что происходит? А почему домой-то нельзя? Долго объяснять. Так это, ты можешь у меня пожить. У меня хата свободная. Со Степой поссорились, да и родители на даче. Да, я вещи заберу с тобой. Пойдем. Ты точно ее друг? Не волнуйтесь, в обиду не дам. Нравится она тебе? Ей же нравится. Тебе ее доверяю. Береги Риту. От кого? И от чего? Может, объясните? Все узнаешь в свое время. Блин, везет же тебя. Везет? Мама умерла. Папа... Ладно. Проехали. Слушай, а что с папой-то? Я вообще ничего не поняла. От меня что-нибудь объяснишь? Блин, там все сложно. Я должна во всем разобраться. Так что не донимай меня. Ладно, прости. А везет, потому что ты очень Артема нравишься. А он классный. Ты не выдумывает и... Просто работает с папой и расследовал дело Арише. Угу. Угу. Я-то все вижу. Ты ему жутко нравишься. Он тебя прям глазами поедает. Я тебе говорю. Как ты это делаешь? Эй! Как ты это делаешь? Алло. Глеба, ты чего трубку не уберешь? Я тебе раз сто звонил. Извини, связи не было. Угу. Слушай, есть предложение. Хочешь поработать со мной? Не, Олег, не хочу. Дела у тебя стрёмные. Тебя, если что, папаша отмажет, а меня отмазывать некому. Да откуда ты знаешь про мои дела? Олег, ну ты же не в космосе, е-мое. Забудь. В общем, отец отдает мне одно из наших подразделений. Руководство. Рыбное хозяйство. Аквариум, помнишь? Ну, помню. Ну, вот теперь я буду там рулить. Представляешь, он сказал, что это только начало, а потом постепенно отдаст мне весь свой бизнес. Весь, чувак! Ну, и мне нужен свой человек. Ну, это другой разговор. Я в деле. А ты куда собралась? Сиди, машину охраняй. Леночка, я быстро вещи соберу. Так что, я вам собачка, чтобы машину караулить? Эй! Ого! Да! Серьезно ты вгрызаешься в новую профессию? Ну, почти в настоящую. Скоро госэкзамены. А что потом? Нам в управление? Если возьмут. Ну, я помогу. Хотя тебе есть кому помочь. Может, расскажешь, что происходит? Почему бежишь из дома? От отца? Не знаю, что вам ответить. Давай перейдем на ты, а то я тебе тыкаю. Ты тоже имеешь право. Ты ж над? Нет. Почему? Ну, потому что еще то единственное. На всю жизнь. Что, немного стромотно, да? Наверное, мы просто белые вороны. И ты вообще ни с кем не встречаешься? Нет. Это в прошлом. Прости. А это кто? Юнг. И как он затесался в ряды криминалистов? Не знаю. Но он здесь точно не лишний. А я? Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, наконец-то! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте! О! Вымахал племянничек! Ну, так старался! Где Рита? Уехала! Как уехала? Я же просил любыми способами задержать ее. Не беспокойся. Приехали ее друзья. С ними ей ничего не угрожает. Много ты в друзьях понимаешь. Меня по молодости. Лучший друг меня там сдал. Забыла? Тут не тот случай. Рита парню нравится. Я это по глазам видела. Он за нее порвет всех. Что такое? Зовут Артем. Больше я ничего не знаю. Подруга еще та шалава. А вот Артем, на него можно положиться. Ну ладно. Как вы тут поживаете? Нормально поживаю. Ты проходи в дом. Ужин уже готов. На столе. Петя. Сбегай к бабе Любе за парную молочку. Проходи. Проходи. Привет, Серый. Присаживайся. Скучал по тебе. Присаживайся. Так, давай я за тобой поухаживаю. Давай. Колбаска. Я селедочку. Я вам селедочку, хорошо. Ну? Может признаешься наконец, чего так из зари ты переживаешь? Ты отец или нет? Сложный вопрос. Ариша когда-то решила, что пусть лучше отцом будет мент, чем зек. Для репутации девочки это важно. А я тебя не о репутации, я тебя о крови спрашиваю. Ясно. Милая, ужинать будешь? Привет. Ты чего такой радостный? Еще одну зоточку на погону получил. Ну, где круче. Я выиграл внутри. Милая. Пусть не сможет, что самое поэтому. А ты сопротивляйся. Нет, ты больше захочешь. Пусть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты права, это все... Тогда зачем? Это для того, чтобы ты меня помнила... А что тебе не нравится? Я снял тебе квартиру... Оплатила за два месяца... Щедро. Давай только без этих язвительных комментариев. Нам было хорошо вместе, теперь я иду дальше. Смирись. Кто оно? Светка, любопытные варвали, на базаре нос оторвали. Так что береги свой нос. Звучит музыка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Париж, спи спокойно. Пусть у тебя там будет хорошо. Риточка, я хочу тебя познакомить. Это Паша, мой брат. Вы должны мне все объяснить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Мы должны поговорить. Разрешишь? Ну, это рите решать. Я запрещаю тебе с ним разговаривать. Тебе это не надо. Ты зову, сколько мне лет, я сама могу решить, с кем не разговаривать, а с кем не. Ты знаешь, что это вор и судилист? Он на зоне больше времени провел, чем на свободе. Ты с ним собираешься разговаривать по душам, да? А отцу не можешь объяснить, почему ты ушла из дому. Это правда? Он забыл добавить, что первый срок я сидел по его доносу. Да и остальное под вопросом. Рассказывай кому-то другому, сказочник. Пойдем домой ради Ариши. Пошли. Вот только именем Ариши не козыряй. Ты мизинца ее не стоил. И сейчас ей стоишь. Лид, пойдем. Папа, я должна поговорить. Ну, ладно. Делай, как знаешь. Только подумай о репутации. Ты без пяти минут следователь, а это преступник. Мастер, дай нам поговорить. Я рядом. Мастер. Подожди в машину. Хорошо. Я хочу дать тебе совет. По какому праву, вы меня совсем не знаете. Ошибаешься. Откуда у вас мои фотографии? Вы мой отец? Я на вас совсем не похожа. Ты на Николая не похожа. Правда, у меня всю жизнь говорили, что я копия Ариши. Кто мой отец? Вы? Если нет, откуда фотографии? Почему вы их храните так долго? Ариша была очень дорогим для меня человеком. Она была и первой любовью, и единственным другом. Ты была ее жизнью. А значит, ты частью моей. Я твой друг. Я могу дать тебе совет. Не доверять отцу? Об этом говорила ваша сестра. Как вы себе это представляете? Я никогда не слышал от Ариши фамилию Карамыслов. Как они оказались в этом доме? Почему курили в постели? Ариша не переносила их табачный дым? Почему следователь Сорокин закрывает глаза на эти вопросы? Может быть, ему это выгодно? Или... Он сам организовал эту подставу. Он на это способен. Я его знаю. Что молчишь? Берегись, девочка. Если он не пощадил Аришу, которую любил, он устроит любого, кто будет его беречь. И меня, свою дочь? Если его перемкнет, что отец я, то и тебе он на это способен. Я вам не верю. Это страшные слова. У вас нет никаких доказательств. Так найди их. А где ваши доказательства? Серьезные обвинения. Любящий муж убивает свою жену, потому что ревнует ее. Любящий отец готов убить дочь, потому что она подозревает его в убийстве матери. И не только поэтому. Потому что он сомневается, что ты родная кровь ему. И его раздражает, что дочь ищет убийцу матери. Есть тест ДНК, и мы с папой его сделаем. Вы точно мне друг? Вы же меня толкаете к пропасти. Будет нужна моя помощь. Приходи в любое время. Поехали. Ну что, поехали? Он столько обо мне знает. У него куча фотографий. Ему Ореша присылала. Может, он мой биологический отец? Может, это… Он это сам сказал. Ну, все понятно. Кто отметили этих уродов, которые на тебя поспорили? Значит, Роману больше некому. Куда едем? Не знаю. Домой я не могу. Ну, пока я не разберусь с смертью матери. Еще я очень хочу знать, кто мой настоящий отец. Ну, это сейчас не сложно. Сделает из ДНК. Да я понимаю, но… С другой стороны, я боюсь. Ведь… Привычная жизнь может измениться. Ну, она уже меняется. Мне кажется, я к этому не готова. В любом случае, у тебя есть я. Ты интересовался, есть ли у отца алиби? Ого! Какие опасные мысли бродят в этой головушке. Артем, ну, я тебя прошу, пожалуйста, сейчас не до сомнительных комплиментов. Да, я узнавал про алиби, Николай Петрович. Его останавливали из-за превышения скорости. Это очень далеко от места смерти Ариши. Протокол есть? Да, все зафиксировано. Слушай, давай, деловая часть закончена. Поехали ко мне. Можем не спешить. Отвези меня к Лене. Тихо! О! Еле тебя нашла. Ну, заехала ты? Я что, сама что ли? Эта квартирка у меня, Темочка, от больших щедрот нашла. Да. Клоповник еще тоже. Что мне делать, Таня? Что? Вернуться ко мне на работу. А ты хороший мастер. Будут деньги, будет нормальное жилье. Да я не о деньгах. Он выставил меня за дверь, как собачку бездомную. Да перестань ты, ты красивая баба. Мало ли что, нормальных мужиков на свете, а? Ну, что у меня другие мужики? Я его люблю, понимаешь? Мне больно, Таня. Ну и дура ты! Таких, как он, нельзя любить. Им нужно только пользоваться. Тогда не будет так больно. Даже жить не хочется. Я сейчас здесь, в этой квартире, какая-то стерва с ним в постели. Узнать бы, кто она, на кого он меня применял. Слушай, а в этом, я думаю, тебе смогу помочь. Есть у меня одна клиентка, она работает в их управлении. Могу бы попросить ее, чтобы она разузнала, с кем твой Темочка спутался? Ой, Тань, я узнаю, а что дальше делать? Ну, потом разберемся. Главное понять, кто это такая. Ох, и наплачется она мне еще. Так не переживай, я тебе в этом помогу. А теперь давай. Быстренько собирайся, будем зарабатывать тебе на новую берлогу. Давай-давай-давай, бегом, я тебя подожду. Быстренько. Да. Да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасте, Михаил Владимирович. Сереж, войдем. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты вел дело Карамыслова и Сорокиной? Да, было дело. Они работали в одной из моих структур. Что там было на самом деле, я не знаю. Но мне лишняя шумиха не нужна. Так дело закрыто за отсутствие состава преступления. Сорокин с этим согласен? Ну, главное, что начальство согласно. А что касается Сорокина, то он убит изменой жены и хочет, чтобы побыстрее этот кошмар закончился. Правда, есть еще дочь, которая интересуется смертью матери. Но за нее не беспокойтесь, я возьму ее на себя. Хорошо. И еще. Я хочу Олега взять в бизнес, а некие там дела на стороне. Посмотри, чтобы он напоследок чего-то лишнего там не наворотил. Хорошо. Я встречусь с Олегом. Пробью его последней встречи и связи. Если что-то надо будет, подчище. Угу. Ну, будь. Надеюсь, ты меня не подведешь. Что мне за это будет? Ну, знаешь, все только хорошее. Я думаю, что в твоей жизни я пригожусь еще не раз. Так что договорились? И давай перейдем на ты. Давайте. Опять? Автоматически. Ну, давай повтори, что ты должна сказать. Я все поняла. Будет вам тебе Риточка на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, ты же понимаешь, что это нужно сказать все, чтобы было правдоподобно. Ну, давай повтори. Рита, у меня возвращаются предки. Со Степой мы помирились. В общем, ты понимаешь, вот ты домой пойдешь или к Артему? Не-не-не, вот это лишнее. Я хотела подтолкнуть к правильному решению. Не надо никакой самодеятельности. И ты должна сказать, что у тебя больше в квартире нет места. Вот и все. Ну, а дальше мы с вами разберемся. Все? Да. Ну, пока. Молодец. Стой. Значит так, либо ты от него отстанешь, либо всю жизнь будешь по больнице валяться. Ты что, больная? От кого остаться? Ты вообще кто? Эй! Артем, моя участь вообще из урода, ясно? Слушай, какой Артем? Ты меня с кем-то попутала. Не в риме я тебя с ним видел. Так, подожди, у меня есть Степа. Я к Артему никакого отношения не имею. Это Рита с ним крутит? Блин, это какая Рита? Это Сорокина, блин, отстань от меня. Ну, не вместе как мне ее найти. Откуда я знаю Артема? Спроси. Больная! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасешь меня? Батя приказал. Загадливый. Как тебе девочка? Да мне все равно. Слушай, откуда ты узнал, что я сегодня здесь буду? Обе сказали, что девчонка вчера сумку забыла. Ты звонил, сказал, что заберешь. Слушай, у меня к тебе дело есть. Мне нужна неделя без слежки. Ничем помочь не могу. Ладно. Забоишься? Да не расскажу, не расскажу. Смотри. Давай договоримся? У меня неделя, а тебе бабки. Здесь нормально, не расстроишься. Неделя, не больше. Нашла. Супер. Свобода. Неделя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, пап. Привет. Я думала, ты на работе. Да. Взял, отгул на несколько дней. Малки надо в порядок повезти. Извини, я, наверное, в другой раз вещи приеду, соберу. Рит, прекрати этот цирк устраивать. Давай спокойно сядем, обсудим все. Я же не могу тебя еще потерять. Папочка, мы обязательно поговорим. Меня сейчас Артем ждет. Понятно. Артем теперь тебе ближе, чем я. Понятно? Просто еще не время. Я должна во всем разобраться. Мне это очень важно. Да-да-да, конечно, конечно. Я быстро. Конечно, конечно. Я точно. Очень важно. Ост mama. Р Dop доп. Рису irrational. Рису Levал непредиментр Надо учwicиться. Рисуем. Рисуем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, садишь? Не успокоился еще, да? Во-первых, сменит он. А во-вторых, ты о чем? О чем? Это твои две шестерки у меня во дворе околачиваются. Нет. Рита где? Рита, вещи собирай. Там у меня во дворе два мужика из твоей шоблы. Ты мозги включи. Я не при делах. Но если ты не ошибся, если это не твое больное воображение, не отпускай Риту. Сам разберусь. Умник. Помочь? Ну что, украл-таки кровинушку, да? Да, я такой. Ты давай береги ее. Постараюсь. А меня здесь вообще нет? Ну как ты, главное. Ну а вы куда теперь? Заедем в нашу кафешку, пообедаем. А потом ко мне. Ну ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует. Что-нибудь еще? Нет, спасибо большое. А у меня для тебя подарок. Да и угадай, а что? Только не духи. У меня с этим проблемы. Вообще, женщинам дарить духи плохая идея, можно не угадать. На стороне книга следователя. Ну открывай. Тёма, спасибо. Машинка подъехала. Мне кажется, я не пьелась. Тебе понравилось? Угу. Это самое главное. Угу. Стоять! А-а-а! Гони давай! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ